Девочки, у нас сейчас будет с вами дополнение. Я делаю просто уже другой цветок. Мы сейчас к нему сделаем бутон. То есть вы к вот этому розовому можете сделать такой же бутон внизу. Можно их поставить рядом, взять трубу и вокруг скотчем обклеить друг с дружкой. И у вас будет один из другой. Я пока сделаю на 16-ю, потому что бутон будет на 16-й. А вот этот у меня 60 см пион получился. И он у меня не держит. Я видите, жалко вот такой синий нету 20-ки. Потому что было бы хорошо, сочеталось прям. Еще бы листья просто сделала и все. Вот. Сейчас сделаем бутон на 16-ю трубу. Покажу вам, как делать бутон. Но у меня будет он вот к этому цветочку. Потому что здесь хотя бы 3, наверное, сделала бутон. Вот этот и еще один сделаю такого цвета, чтобы была стойка. Повыше сделаю еще один цветок. Вот такой вот тоже красивенький. Если делать шар из фольги полностью, он будет тяжелым. Нам нужно сделать, чтобы он был легеньким. Поэтому я сделаю вот так. Можно лучше газеты снять, но у меня нет вообще дома газет. Я буду выходить вот так. Вот таким вот способом. Чем больше вы сделаете отрезки, тем больше у вас будет бутон. У меня тут остался миксер на блеске. Из-под вот этого цветка, который я сейчас сделала. Я беру их и кладу сюда. Так как они легче, нужно снять, ну и еще. Вы можете взять обрезки из-под того, голубого. Теперь все это выкрываем. Польга попроще не будет держать. Делаем шар. Можно даже вот тут вот клеить. У меня перегрелся пистолет. Сейчас вот я на перчатке, а то я сожгу все руки. Вот что получается. Теперь берем фольгу. Я наношу клей вот этой частью. Немножко фольги. Чтобы как бы форму создать, превратить его в шар. Ну вот как раз тут фольги больше нету. Делаем шар. Он легкий получился, выдержит любая. Но так как нам дырку делать нельзя. Сейчас покажу, что будем делать. Формируем шарик. Так, все. Мы берем втулку. И разрезаем ее. Это у нас будет крепление. И будем вот так вот приклеивать. Вот таким вот образом приклеиваем к нашему основанию. Все отлично держится. Можете для прочности, чтобы нигде ничего. Вот так вот я прокручу. Вот в эти вот уголочки туда прям клея. И вот сюда наверх. Когда все засохнет, если где-то трещина, то ничего нигде не случится. Все, убираем в сторону, чтобы он засыхал. Выбираем цвет, который вам хочется. Для бутона у меня будет голубой. Голубой-то у меня еще есть? Есть. Я отрежу 40 сантиметров. Да, это будет 40 сантиметров. Лепестки большие у нас будут. Это бутон. Маленькие нам не нужны. Сложили в два раза. Разделили на три части, как мы и делили весь пион. На четыре уже будет много. Но если, конечно, у вас бутон огромный, бутон-то огромный не должны быть. Вот раз, два. И на один лепесток получается 10 на 16,5, а самому основанию 15 сантиметров. И вырезаю обычную форму. И все. Больше нам такого размера не нужно будет. Большие еще нужно будет нам. Так удобнее будет. Еще побольше лепестки нужно будет в конце добавить. Так как у меня пион форма у него такая волнистая, сейчас покажу. Я беру вот эти лепестки, а у того пиона у меня тоже было здесь волнистый. Я вот так вот тут загну. Можно прям сильно растянуть. И начинаем клеить. Смотрите, кем тут моя вазочка. Я думаю уже все подсохло. Я вас подняла повыше. Клей совсем высох, что ли. С двух сторон. Здесь и здесь приклеиваем. Первые лепесточки вот так вот. Вот так вот. И потом еще один. Чтобы у фольгу не было видно. Теперь приклеиваем по краям. На том же уровне, как и предыдущий. Чуть-чуть повыше, вот видите, боком. Чтобы они закрывали у нас. Каждое полудействие тоже фольга у нас. Можно даже до середины приклеить, потому что клей нанести до середины. Чтобы ничего не видно было. И вот здесь. Бутончик можно сделать с желтой серединкой, например. Так, следующий на самый маленький тут будет. Я прям их растягиваю, не боясь. Потому что форму... Ой. Корму он не теряет. Вот здесь вот так блоком. И последняя вот эта вот часть. Теперь нам нужно, похоже, сделать на пион же. Чтоб все было похоже. Мы берем три лепесточка и склеиваем их. Как мы и склеивали на весь наш пион. Так же, чуть-чуть в одну сторону. Чуть-чуть в другую сторону. И вот так вот приклеиваем. Куда-нибудь в бок. Под наклоном. Так, нам надо, получается, таких еще шесть лепестков. Чтобы их со всех сторон приклеить. Давайте еще тогда одну отрежем. Что-то у меня тут такой брах на бумаге какой-то. Так, вот, три. И так же сложила в два раза. И вырекаем. И по три склеиваем. И по три склеиваем. И тоже под каким-нибудь наклоном. Можно вот под другим наклоном приклеить. Вазочка легенькая, падает сейчас зеркальце. Вот такой вот. И сейчас его мы приклеим на шестнадцатую трубу. И сейчас я возьму зарядку. И вот где они у меня. Сажаем на шестнадцатую трубу и приклеиваем. Так, этот у нас прям был на тридцать второй. Вниз туда приклеиваем. Сейчас я вам примерно как это будет покажу. Потому что мне надо побольше трубу купить. Потолще. У меня один шестнадцатый. Я много-много шестнадцатых купила. Тоже по каким-нибудь наклонам. И на этом можно закончить. Потому что это бутон. Он такой должен быть нераспустившийся. Но так как у меня здесь еще вот есть лепесточки. Я их доклею. Вот эти два склею вместе. И приклею. А приклею прям вот таким образом. Лежим. Просто вот так чуть пониже. И последние лепестки. И скачу сейчас. Ну вот тоже по два. Так. Вот и здесь. Офигеть! Оторвалась сейчас вовнутрь. Значит клей зальем. Заливаем вовнутрь клей. Как я испугалась. Плохо приклеила. Наверное лучше еще скотчем. Пройтись. Так. Пусть полюзи засохнет. Видите? Фольга прочнее. В следующий раз будем на фольге делать. Можете сразу на фольге делать. Но у меня тут отрезки надо было фольги побольше. Чтобы такой ситуации у вас не произошло. То просто берите фольгу. Либо берите побольше фольги в конце. И все. Это мой бутончик наш готов. Вот все. И беру зелень и закрываю все, что у нас осталось. У меня эти пионы светлые. Поэтому я буду брать светлые фольги. Светлые фольги или светлые зеленые. Ножка. Ну и сейчас приклеиваем. Можете сразу огромный налез. У меня тут остатки были. Я вот так вот их приклею. Так что делайте прочнее. Лучше из фольги тогда. Я тут сейчас приклею. Не должно уже ничего оторваться. А можно вообще узнать какой шар. Из-за золона остаток сделать. Остатки золона взять. А тут из-за золона вообще хорошо будет держаться. В обратную сторону. Один в обратную будет сторону у меня. Ну вот я всю фольгу отклеила. У меня теперь он не будет отрываться. Один не хватило. Вот такой вот бутончик. Мы его посадим на 16-ю. Такой вот. И тоже можно выбрать. На 16-ю посадим. Так, это моя зелень. Тоже маленькая. И все, будет готово. Сейчас покажу вам, как посадить. Вот у меня тут есть еще остатки. Как раз. Давайте доделаем. Но на фольгу, в общем, девчонки, будет плотнее. Фольгу мы сколько с вами делала, было проверено. Либо из-за золона. Мягкий золон, он легкий тоже. Можно из-за золона. Испугалась я, если честно. Ладно, хоть нигде-то отвалиться. Вот на моем опыте будете учиться хоть. А я что-то так не нажала, ничего не докручивала. Думаю, да ладно. И так будет держаться. Ага. Газеты, если будете брать, вы ее склеиваете. Прям вот когда ряды делаете, склеиваете ее. Фольга-то на сама друг дружке. Они пристают. А вот бумага не имеет. Ну, чуть-чуть не хватило. Так и знала, что надо целый брать. У нас дождик. А, ливень пошел. Так, обрезаем. Все, бутон готов. Давайте его потрясем. Все нормально. Но для прочности, если вы боитесь, лучше, конечно, сделать попрочнее. Смотрите, голубой хорошо сочетается. Так, берем с вами 16 трубы. Я сейчас ее отрежу. Девочки, смотрите. Вот, допустим, вот я сделала бутон. И его можно вот так вот, либо тоже здесь закрепить на этой ножке, привязать друг к дружке. Либо скотчем обклеить его или клеем. Потому что две они же будут прямо. И цветок, и бутон. Они будут прямо. Обклеить, и потом еще раз гофрированной бумагой обмотать. Все. Вся проблема. Я изолентой буду, чтобы держались. Пока вот оставлю. В основании просто. Можно его, правда, оставить просто. В основании. Ага, зря я... Я там клей нанесла. А он не залезает туда у меня. А я клей нанесла уже. Придется сейчас разделать. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Либо можно отдельно оставить, либо вот как я сделать. Вот здесь вроде потоньше. Можно влезть. Просто хотя бы, чтобы сейчас закрепить не нужно. Вот. Можно к нему, если вы отдельно будете его делать, как я, можно листики сделать к нему. Вот такой бутон легенький, яркий. Если розовый, то с зеленью можно сделать яркой. У меня такой летний вариант будет на свадьбу именно. Потому что у меня три свадьбы забронировали. Цветы синие просят. Голубые, синие, светло-синие. Можно сделать три. Может, я сейчас еще два таких сделаю. И вместе их. Можно их склеить вместе и вперед. Будет очень, кстати, красиво. Будет не один, а днешник такой бутончик. Может, я три сделаю, еще посмотрю.